Привет, друзья! Александра Захарова, принцесса театра Линком, дочь прославленного режиссёра, талантливая актриса. Когда у тебя отец известный режиссёр, то это далеко не одни блага, а серьёзное испытание, потому что ежедневно приходится доказывать, что ты сам чего-то стоишь в этой жизни, а не просто плывёшь по ней заранее протарённым путём. Иногда приходится пройти через полосу отчуждения, потому что окружение считает тебя блатной. Но самое главное, нужно много и упорно работать, даже больше, чем остальные, и всё для того, чтобы доказать, что ты настоящий профессионал, а не просто папина дочка. Все эти испытания в полной мере выпали на судьбу Александры Захаровой, но благодаря таланту, целеустремлённости и внешности она смогла добиться потрясающих результатов. Настоящая слава пришла к Александре Захаровой после выхода на экраны картин «Криминальные таланты. Формула любви». Родилась Александра Захарова 17 июня 1962 года в Москве в творческой семье. Её родители имели самое непосредственное отношение к миру искусства. Отец Марк Захаров – театральный кинорежиссёр, руководитель театра «Ленком». Мама – актриса. Родителей девочки практически никогда не было дома, поэтому она либо находилась за кулисами, либо за ней присматривала дворничиха, которой она помогала с большим удовольствием. Саша начала прогуливать школу, родителям было некогда проверять её уроки и посещаемость. Саша говорила, что учиться ей неинтересно. С 13 лет она уже знала, кто такие Николай Бердяев, Александр Солженицын, Владимир Соловьёв. Она читала их произведения и приходила в восторг, в отличие от скучной математики и физики, с их задачами и примерами. Судьба Захаровой была предопределена с детства. Трудно было представить, что она выберет другую специальность и не продолжит семейную династию. Так и случилось. После школы она без всякой протекции стала студенткой Щукинского училища, диплом об окончании которого получила в 1983. После выпуска её приглашали к себе руководители пяти театров Москвы, но она остановила свой выбор на папином ленкоме. Он стал для неё родным домом, ведь за его кулисами прошло всё её детство. В профессиональном плане для Александры Захаровой всё сложилось отлично, чего не скажешь о её личной жизни. Много из тех мужчин-актеров, которые оказывались рядом, были заинтересованы не столько в ней, сколько в благосклонности её отца. Поэтому каждый, кто предлагал актрисе руку и сердце, проходил пристальный контроль, причём не только самой Захаровой, но и её окружением. Естественно, что это наложило отпечаток на отношение к ней молодых людей. Ещё в студенческие годы Саша покорила сердце однокурсника Эдуарда Томана. Он был родом из Харькова и очень рабел в присутствии объекта своей страсти. Парень никак не решался признаться Захаровой в своих чувствах, а тут ещё и авторитет знаменитого отца сыграл свою роль. О том, что он влюблён в Александру, Эдуард поведал другому сокурснику, жившему с ним в одной комнате. Тот не стал делать из этого тайны, и очень быстро новость стала достоянием общественности. Начались бурные обсуждения, и очень быстро все пришли к выводу, что Эдик больше интересуется столичной пропиской и благосклонностью отца девушки, чем Александрой. Захарова с большой предосторожностью начала относиться к молодому человеку, и ему не оставалось ничего другого, как отступить. Спустя много лет, когда Томан уже стал настоящим профессионалом, возглавил русский драмтеатр в Таллине, он снова решил завоевать любовь прекрасной блондинки. Но и эта попытка не имела успеха. Александра никогда не давала откровенных интервью, не отметилась в разных скандальных историях и выходках, и тем не менее, ее личную жизнь постоянно обсуждали в прессе. Когда в ее жизни появился режиссер Сергей Ашкенази, об этом не говорил разве что ленивый. Но их отношения продлились недолго. Говорили, что Захарова имеет отношения с Александром Абдуловым и ее коллегой по театру. Но это были всего лишь слухи, потому что актер в то время был несвободен. Завистники даже распускали сплетни, что отец девушки мечтает об этом браке и всеми силами старается их соединить. Но эти домыслы остались исключительно на совести сплетников и не имели под собой реальной почвы. Захарова и Абдулов просто дружили много лет. Александра была влюблена в Андрея Соколова, но этот роман быстро закончился. Официально актриса была замужем только раз. Ее избранником стал Владимир Стеклов, с которым она прожила 9 лет. Брак был бездетным, отношения постепенно сошли на нет, и супруги расстались. Недавно в жизни Александра появился новый мужчина, который не имеет отношения к миру искусства. Об этом стало известно от близких актрисе людей. В 2012 в прессе появились публикации о пластике, которую сделала актриса. Ей была произведена круговая потяжка лица, которая, по мнению поклонников, не добавила ей молодости и красоты, а наоборот, даже исказила ее черты. По этому поводу Захарова не дает никаких комментариев. В 2016 в репертуаре Александра Захаровой появилась новая постановка под названием «День опричника». Ее режиссером стал Марк Захаров, который задействовал дочь в образе вдовы Куницыной. В основу сценария этого спектакля легла одноименная повесть писателя Владимира Сорокина и его произведения «Теллурия». Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.